А в Сургуте тем временем жители микрорайонов учат создавать ТОСы. В самом крупном городе Югры прошел первый семинар. Жителям Сургута, а также Патьяха и Лангипаса рассказали, как получить субсидии из местных бюджетов для реализации инициатив, предложенных активистами. Сургут был выбран местом встречи не случайно. Именно здесь находится 31 из 53 зарегистрированных в округе ТОСов. Кроме того, в городе накоплен положительный опыт в получении финансовой поддержки на реализацию предложений от жителей микрорайонов по благоустройству придомовых территорий, организации досуга для различных категорий граждан, а также решений ряда других задач. Это и защита прав жителей, и привлечение дополнительного ресурса на свои территории, и благоустройство территорий, и участие в федеральных региональных программах комфортной среды. В 2017 году в субсидирование вошли 15 территориальных общественных самоправлений, реализовали свои проекты, таких как «Масленица», «День защиты детей», «Празднование Нового года». На 2018 год в субсидию входят 18 территориальных общественных самоправлений, но существует определенная тенденция, и средства бюджета заложены порядка 17 миллионов.